В эфире информационный блог «Доброе утро, Таллин». У нас в гостях художественный руководитель театра «Танцарада» Анжела Макарова. Здравствуйте. Добрый день. Ваш коллектив совсем недавно отметил 20-летие со дня основания. Вы уже 30 лет в профессии. Поздравляем. Большое спасибо. Как вам удается идти в ногу со временем? Ведь ваш театр по-прежнему много гастролирует и привозит разные награды с конкурсов, фестивалей. Я думаю, что в первую очередь нужно прислушиваться к тем ребятам, с которыми ты сегодня работаешь, и, наверное, следить за тем, как меняется время. Но как бы оно ни менялось, вот, на мой взгляд, классический танец и классическая основа — это основа основ, и поэтому этот предмет, он самый важный в нашем школе и в нашем театре. И за эти годы мы проделали колоссальную работу. У нас выпущены немало театральных работ, классических спектаклей, дивертисментов и различных даже шоу-программ. Сейчас очень многие делают ставки только на зрелищность. Приходилось ли вам делать подобный выбор, ну, скажем, выбирать между современными технологиями и фольклором? Мы пытаемся очень многое сочетать, но если у меня есть возможность сделать действительно хороший классический спектакль, я, наверное, просто выберу театральную работу, которая будет очень близка к зрителям, потому что мы очень любим камерные залы, и только в камерном зале существует этот невероятный энергообмен между зрителем и артистом. Сколько актеров занято в вашем театре танца? Какие возрастные категории представлены? Дети у нас занимаются с 4-х лет, а артистам, которые выходят на сцену, мы даже этот возраст уже не подсчитываем, потому что у нас состояло 7 выпусков. Мы, естественно, работаем с актерами русского театра, с приглашенными артистами. В нашем театре на сегодняшний день 120 человек, а актерская взрослая группа насчитывает 15. На последнем славянском венке вы дебютировали в роли главного режиссера и постановщика праздника. Продолжите ли вы начатое дело в этом году? Это был замечательный опыт, очень приятно, что мы об этом говорим сейчас с вами. И в этом году состоится еще один славянский венок, на котором я буду главным режиссером. И этот праздник, мне кажется, будет существенно отличаться от предыдущих праздников. Во-первых, я назову очень важную цифру, в 1937 году в Нарвии состоялся первый венок, и поэтому, конечно же, главная дата – это 80-летие со дня первого славянского венка в нашей стране. И вторая дата, которую я уже как режиссер предложила, это исполняется 145 лет, со дня величайшего гениального импресария у Сергея Павловича Дягилева. Это имя, и об этом имени можно говорить бесконечно, конечно, потому что самое главное, с чем мы его связываем, это с русскими сезонами. Именно этот человек открыл русское искусство людям, живущим за границей. А поскольку мы уже с вами тоже все-таки русские, которые живем за границей, на этом празднике мы покажем свои русские сезоны. — 80 лет со дня первого праздника «Славянский венок» в Нарве – это, конечно, серьезная дата. Как со временем изменился этот фестиваль? — Ну, мы живем, конечно же, уже в другом времени, в другом пространстве. И я думаю, что вообще первыми быть сложнее всего. Я даже себе представить не могу, как люди объединялись тогда, еще в 1937 году. Тогда он просто носил только певческое начало, это были только хоры. А на сегодняшний день это и танцевальные коллективы, это и актеры. Это огромная палитра жанров и оркестры. Поэтому я думаю, что он расширился очень серьезно. Очень много приглашенных артистов и с Украины, и с Белоруссии, и из России, и с Финляндии. Поэтому я думаю, что и география этого фестиваля увеличилась, и все-таки это другое время уже. — Дягилевские русские сезоны, вы, наверное, вспомнили тоже неспроста. По-прежнему приходится открывать русскую культуру, в данном случае для Эстонии? — Я думаю, что да. Потому что Дягилев в первую очередь подарил миру удивительного композитора и дежёра Игоря Стравинского. Конечно, его музыка непроста, но вот я приоткрою небольшую интригу предстоящего праздника. Я всё-таки решаюсь на то, чтобы сделать небольшой кусок, фрагмент величайшего его произведения «Весны священной». «Весна священная» будет рассчитана на огромное количество танцовщиков со всей нашей страны. — Ну что ж, спасибо вам за эту информацию. Ещё раз творческим и профессиональным юбилеем. Мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях была художественная руководитель театра «Танцорада» Анжела Макарова. Продолжение следует...